Мы в Самаре, это испытательный полигон компании Pegasagro, производитель сельскохозяйственной техники. Сегодня, как обычно, этапы производства и тест. Коллеги производственники, здравствуйте. В этом выпуске производство самоходных машин со всеми этапами технологического процесса, как применяется 3D принтер для подготовки производства, аддитивные технологии, опыт и эксплуатации японских станков, а еще тест-драйв самоходной машины на испытательном полигоне. Подготовка производства в данном предприятии начинается с 3D принтера. Сергей, как ввели в эксплуатацию и какие именно задачи решаются? Создание любой детали на нашем предприятии начинается с конструкторской проработки 3D модели. Соответственно, вторым этапом изготовления самой детали является напечатать ее на 3D принтере, для того, чтобы отработать все необходимые размеры, присоединительные форму и какие-то другие нюансы, которые нельзя было проработать именно в моделировании на компьютере. Соответственно, это как раз осуществляется на этом станке. По вашим деталям, которые вы изготавливаете, покрывает ли весь ассортимент размера? Не было еще ни одной детали, которую мы не смогли напечатать на этом прекрасном станке. Размер стола рабочего по координатам? 600 на 400, в высоту тоже 600. Сергей, готовую продукцию как называете? Пневмоход, самоходная машина? Можно самоходная машина, да? Вполне. На механообработке для готовой продукции какие изделия изготавливаете и что закрываете у себя? Ну, на самом деле, закрываем все свои потребности, которые возникают. Соответственно, номенклатурных позиций по механообработке очень большой спектр. В количестве, ну, где-то в районе 600-700 единиц. От обычной маленькой, да, втулочки какой-то до очень ответственного узла либо детали. Сергей, по допускам деталей, которые изготавливаете, все-таки агромашины – это не ракеты в космос. Какие допускают? Ну, нельзя так сказать, что не ракеты в космос. Если ты хочешь сделать хорошую машину, то, соответственно, ты должен сделать и хорошую деталь. Поэтому точность изготовления наших деталей довольно-таки высокая и очень жесткие допуски мы имеем на любую деталь. Соответственно, ну, я не могу сказать конкретно какой. Минимально – это обширное, в общем-то, обширное количество деталей, которые мы изготавливаем. Поэтому каждой детали требуется свой допуск. Ну, на местах предмет вот, например, есть. Что за деталь хочется? Ну, вот это вот вал редуктора, который мы сейчас с вами обрабатываем вот на станке, да. Соответственно, вот допуск, с которым она обрабатывается – это пять соток. Это самый, да, самый важный размер. Чтобы изготавливать продукцию, работаете одну-две смены? Две. Станочный парк при этом какой эксплуатируете? Ну, мы сейчас провели вот обновление токарной группы, токарно-фрезерной группы всего оборудования. Станочный парк предпочтительно компании Мазар. Какие из видов станков и как долго эксплуатируется у вас? Ну, вообще, знакомство у нас произошло в 12-м году с лазерной группой. Но в последующем, в общем-то, они показали себя на высшем уровне. Поэтому было принято решение приобрести также токарную группу сначала, а потом уже токарно-фрезерную и птикоординатную группу станков. Какие возможности у стойки ЧПУ и кто на предприятии занимается программированием? Ну, программированием станков занимается инженерная группа на нашем предприятии. И происходит это непосредственно на стойках. Соответственно, с точки зрения программирования, здесь очень обширный диапазон для настроек оборудования и его полностью комплекса наладки, подбора инструмента. Соответственно, в частности, здесь даже показывается 3D-модель, которая безошибочно можно сравнить то, что мы получили здесь с чертежом. У вас наладчик занимается наладкой станков или наладчик-оператор? Нет, именно отдельный человек от наладчик. Барфидер? Да. Какие детали из прутка делаете? Диапазон очень широкий, но до 70 миллиметров выполняем все на этих станках. Идем с вами по производству. Очень компактно все. Как организована логистика и перемещение деталей на цехах? На это выделена отдельная группа людей, внутренней логистики, цеховой логистики, которые, соответственно, к определенному времени поставляют сюда детали. Заготовку также подвозят? Заготовку и уже готовую продукцию увозят, соответственно, на следующий передел, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со склада металла заготовка поступает на ленточно-пильный участок, где в соответствии с заданием происходит распил заготовок для токарного участка в размер, либо, соответственно, в палетную резку, мы ее так называем, которая как раз необходима для бар-фидер. Это двухэтажный склад, где хранятся детали и заготовки для сварки. Сергей, я правильно понимаю, что данное решение выбрано ровно потому, что территориально ограничено будет? Да, у нас была поставлена задача в сжатом пространстве уместить как можно больше продукции, и, соответственно, был приобретен вот этот мизоним. Процессов сварки на производстве много. Здесь два стоят робота, выглядят они следующим образом. Там сейчас идет сварочный процесс, здесь два сменщика палет. Оснастка за спиной у нас. В момент, когда идет процесс сварки, здесь происходит установка новых деталей. Сергей, какие-то дополнительные информации, почему оснастка разная и как все устроено? Каждая оснастка подбирается под конкретную задачу. То есть, вот сейчас это деталь поворотного кулака, поворотный кулак нашей машины. Соответственно, для нее есть специализированная оснастка. Сами изготавливали? Абсолютно точно. То есть, вот этот робот для робота оснастка самостоятельно. То, что находится у нас с вами за спиной, это специализированная также оснастка для хранения на складе заготовок. То есть, здесь четко 20 комплектов деталей, которые находятся. То есть, оператору подается то количество, которое он должен выварить обязательно для того, чтобы не остановить основной технологический процесс сборки и создания нашей машины. А вот сама оснастка между роботами взаимозаменяемая? Нет, каждый из роботов был взят под свою конкретную задачу. Соответственно, этот, это в основном как бы высоконагруженные детали подвески. Ну, а там что-то, скажем так, ну, какие детали круглые, да, круглой формы. Там стоит патрон установлен для работы и происходит процесс сварки. На производстве два этапа сварки рамы. Это первый. Какие операции выполняются именно здесь? Это стационарно установленный стапель рамы. Соответственно, вся конструкция, состоящая из фермы, она варится здесь для того, чтобы... И обвар происходит здесь же для того, чтобы сформировать жесткость самой конструкции. И это второй этап. После первого, какие операции здесь остаются? После того, как грамма вышла со стапеля, который мы с вами видели. На этом этапе она устанавливается на поворотный механизм. Он происходит. В частности, довар всевозможных кроштейнов креплений, узлов подвески. Тот обвар тех мест, которые нельзя было провести по технологическому процессу на первом этапе. И после второго этапа остается свесарка. После второго этапа рама готова. Требует только зачистки сварочных швов с точки зрения эстетического вида. Ну и дальше она идет уже на подготовку и покраску. Когда вы слышите про заводскую и точечную сварку, вот гарантирую, она выглядит так. Сергей, ну маленький пастолет для маленьких изделий. Этот огромный, для чего? Опять же, все зависит от деталей. Перед нами сейчас происходит сварка брызговика. Соответственно, лист тонкий – это раз. И второй момент, соответственно, условия для его работы – это просто защищать от грязи. Вот эти же аппараты предназначены для более толстого металла. Это первый момент. И второй момент – мы применяем их при сварке бункера в частности. Это те конструкции, на которых требуется очень жесткий допуск по соединению на разрыв. Сергей, расскажи на месте, что чем управляется? Ну, мы сейчас с вами находимся в салоне нашего флагмана, нашего предприятия «Туман-3». В принципе, все сделано для того, чтобы оператору этой машины было удобно. Значит, перед лицом панель управления, также компьютер навигационный, ну и пульт управления опрыскателем либо разбрасывателем. Здесь, соответственно, запуск двигателя – это свет, либо передние туманки, либо задние. Это управление штангами, раскладывание штанг, ну и все остальные, в общем-то, привод насоса, система наклона штанг, ну и коробка передач вместе с воздухом. Ну и что, в путь? Да. Заводим. Как заводится? С кнопки. Ага, хорошо. Ну, пробуем. Сергей, расскажи про испытательный полигон, какая техника испытывается. И из серии. Каждая или машина проходит испытания? Абсолютно каждая машина проходит испытания. Как статическое испытание, это непосредственно на самом заводе. Есть два поста качества, где после сборки машина проходит. Осмотр полный и, соответственно, все необходимые настройки и нужно, и так далее. Соответственно, дальше динамические испытания, когда проходит на двигателе, проходит обкатка. И после этапа, в случае обнаружения каких-то неполадок, они устраняются. И, соответственно, машина доводится до идеального состояния для обрузки ее уже непосредственно. Что по комплектации? Магнитофон. Сейчас у нас машина вообще по стандартной комплектации. У нас DIMBLE навигационная система. Соответственно, присутствует также для оператора магнитофон. Абсолютно кондиционер, соответственно, либо печка. Все будет зависеть от погоды. То есть, присутствует и то и другое. Приборная панель, очень информативная. Ну, рулевое колесо, соответственно, с возможностью системы подруливания, установленных на этом автомобиле. Автомобиль испытательный. Поэтому, как бы, проходил по полям, скажем так, и много перед собой уже видел. Это демо-показы, предоставлены всех выставок. К вам клиент может приехать и попросить испытания покататься с вами здесь? Ну, таких случаев еще, конечно. Еще не было? Да. Но, в основном, испытания проводятся. Конечно, разные испытания проводятся на выставках. Есть демо-показы. И если кому-то необходим этот топ-испытания нашей техники, то, пожалуйста, техника сертифицирована. Представляем сертификаты всей на нашу технику. Ну и, в принципе, очень часто наш завод посещают гости. Поэтому мы всегда открыты для наших друзей и коллег. Езжайте, посмотрите по очереди. Здесь складируете лист для обработки? Да, совершенно верно. Это склад листового холодного металла. Чем перемещаете? С помощью штабелера вынимается палета. Подъехал, взял? Да, подъехал, взял, совершенно верно. Подается на стол. Ага. В зависимости от толщины, места его веса, либо магнитными захватами, либо пневмозахватами, лист цепляется и подается в зону резания на тот или иной станок. Ну, главный вопрос при использовании лазерного раскроя. Как после плазмы требуется лист-листарная операция? Нет, никаких операций дополнительных не требуется. Если деталь не нуждается в последующей гибке, то это готовая продукция, ее можно подавать сразу на сварку. Какие вообще детали используете и толщина листа при этом? Для наших нужд мы сейчас используем два станка. Это вот один на СО2 станок, один оптоволоконный. Максимальную толщину, которую мы режем на данный момент, это 14 металл. Но они могут и больше, просто нам этого не требуется. После листового раскроя, соответственно, детали, которые требуют по технологическому процессу гибкие, они попадают на гибочный участок. У нас три гибочных станка. Соответственно, после гибки они уже поступают на склад. Что это за детали и каких размеров они? Размеры всевозможные. Какие-то кронштейны, брызговики на нашу технику, панель приборов. Вообще обширный на самом деле диапазон деталей. Более 500 позиций только то, что мы обрабатываем в листе. Далее по процессу есть и покраска очевидная. После гибочного участка детали расходятся по трем направлениям. Это либо склад, либо непосредственно покраска, либо какая-то другая обработка, которая требуется в технологичном процессе. Детали сложной формы из профиля либо трубы изготавливаются на данном оборудовании. Кроме того, мы используем в наших технологиях нанесение гравировки, либо так называемых ЦАП соединительных для исключения необходимости в оснастке при сварке. То есть детали вставляются друг в друга и не требуют дополнительной оснастки. Просто идет проварка. А что за сложные детали, где они стоят на изделии, на технике? Ну, наша машина преимущественно состоит, представляет собой ферменную конструкцию. Поэтому это обширный диапазон. Везде используется профиль либо труба, так как это ферма. Мы в пескостройной камере. Мы попросили открыть ворота, чтобы немножко выветрилось. Потому что, ну, лишать здесь невозможно работает здесь вот тот специалист одет, как водолаз. Какое основное предназначение данной операции? Обработка и подготовка поверхности перед покраской. То есть создание на поверхности ребристого слоя для того, чтобы краска держалась более качественно и служила долгое время. Яркий свет – это покрасочный цех. Очень важная операция на производстве, потому что… Сергей? Ну, во-первых, мы… Наша техника работает в очень жестких условиях. Это работа с химией, работа в поле. Поэтому нанесение качественного красочного покрытия – это один из таких очень важных этапов, дабы защитить нашу технику от химикатов. Защита металла? Конечно, соответственно. Защита от коррозии. Это внешний вид. Мы выдвигаем очень жесткие требования к себе с точки зрения качества покраски, его нанесения толщины слоя. Используем краску с добавлением цинка, дабы защитить нашу машину от коррозии. Ага. По процессу, вот, коллега ваш красит, занимается. Что из важных элементов краситься на автомобиле? Есть ли разница по покрытию одних узлов от других? Нет. Подход, на самом деле, ко всем деталям одинаковый. Сейчас перед вами красится рама основной нашей машиной «Тумана-3». Соответственно, после того, как будет нанесено порошковое покрытие, она заедет в камеру полимеризации. И при выходе будет производиться замер, как толщина красочного покрытия. Ну, и все те параметры, которые я перечислял. Из условий, когда сотрудник занимается покраской, система фильтрации. И что за специальный пистолет? Ну, это пистолет для нанесения как раз порошкового покрытия. Значит, соответственно, краска заряжается положительно. Есть масса, которая подается через направляющие. И краска прилипает к металлу, то есть заложится ровным слоем. Перед вами также вот система рекуперации. То есть мы находимся с вами, находимся практически возле покраски, да, но при этом нам комфортно. В принципе, ничего не затрудняет ни дыхание, никаких проблем нет. Поэтому система себя впитывает и через какое-то время происходит сброс лишнего порошка вниз в бункер, где он, соответственно, проходит через фильтр и часть этого порошка возвращается обратно. Да, 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 совершенно верно. Часть этого порошка подается заново на следующие, на следующие детали. После покраски детали поступают в печку и, соответственно, в течение, ну, в частности, вот к этим деталям 12 минут при температуре 220 градусов, краска полимеризуется и превращается вот, в принципе, в покрытие лакокрасочное, то, что нам нужно. Здесь... Немножко теплое еще. Да, она только буквально недавно вышла из печки. Сейчас был вызван контролер, соответственно, придет и будет осуществлять контроль как поверхности нанесения лакокрасочного покрытия, также и на толщину будет поверхность. В каком случае рама идет на перекраску или деталь? Ну, каждая деталь применяется в те или иные критерии качества, вот, но, в общем, могу сказать так, очень жесткое требование по толщине лакокрасочного покрытия, жесткое требование к визуальному, ну, визуальному эффекту, да, осмотру. Соответственно, если есть какие-то места непрокраса, то деталь бракуется, идет на доработку и возвращается обратно на покрасочный цех. Это сборочный цех, здесь собираются как отдельные узлы и агрегаты, также само изделие, это самоходная машина. В деталях начнем. Сергей, какие из изделий вы собираете, какие доукомплектовываете, закупаете на стороне? Ну, в основном покупаем гидравлику, все, что связано с гидравликой, это наши партнеры иностранные, вот, также все, что связано с резинотехническими изделиями, но большинство, большая часть конструкции это собственное изготовление, начиная от конструкторского бюро, разработка нашего бюро, до воплощения уже конкретно железа и установки на наши машины. Сергей, несколько самых главных изделий, которые вы полностью производите у себя. Ну, в частности, вот это вот собранный редуктор бортовой, то есть это полностью наша разработанная конструкция. Из покупного здесь является только шарнир шрус, пыльник, подшипники внутри. Все остальное делается на нашем заводе, включая вот кулак поворотный, который мы с вами наблюдали, сварку, корпус, планец, то, что хочется у нас на токарном, на токарных станках. Ну и, соответственно, сам процесс сборки, после чего этот редуктор устанавливается уже на машину. Второе изделие – это радиатор. И, Сергей, вопрос. Жара на улице, в полях работает техника. Как себя ведет в жаркие условия? Ну, на самом деле, мы очень плотно подходили к системе охлаждения нашего двигателя, потому что, правильно вы сказали, что техника работает в очень жестких условиях и в пыль, и, соответственно, в жаркие и погодные условия. Поэтому здесь установлена очень большая усиленная крыльчатка на гидромоторе, что позволяет температуру двигателя держать, в общем-то, в том четком диапазоне, необходимом для бесперебойной работы. Участок сборки кабин. Ну, здесь их сейчас три собирается. Сергей, из интересного, на каком этапе кабины перемещаются уже на конвейер, на сборку, на саму самоходную машину? Практически в полностью готовом состоянии. То бишь, нету некоторых элементов остекления для того, чтобы полностью собранную кабину можно было установить на основной сборке. А так, ее достаточно только прикрутить к раме и, соответственно, протянуть те или иные проводку или троса управления. Ага. Больше никаких манипуляций она к себе не требует. Кабины, причем при этом на выпускаемой технике, они разные или у вас одинаковая кабина, унифицированная? Нет. В зависимости от модели. Мы с вами видим кабину Tumano 3. Соответственно, это наша новая машина. Она вот буквально в прошлом году была выпущена серийно. Вот сейчас идет второй год. Это новая разработка. Совместно с Артемием Лебедевым разрабатывалась сам дизайн самой машины. Серьезно? Да, на полной серьезе. Это его, в общем-то, скажем так, согласованная с нашими техническими специалистами идея. Это союз коробки и мотора. Каких производителей берете, все поставляете на самоходные машины? Очевидно и понятно, что их производить никакого резона нет в вашем объеме, да? Кто это? Ну, двигатель в данном случае это Kubota, чистый японец, поставляется к нам на прямую с Японии. Наши партеры, в общем-то, делают для нас свой ходовой двигатель. Но для того, чтобы привязать его к коробке Гайзель, они делают специальную переходную пластину по нашей просьбе, по нашим чертежам. Для того, чтобы осуществить коробку Гайзель и, соответственно, двигатель свой. Какие параметры у мотора по мощностям, по крутящим моментам? Этот турбодизель по крутящим моментам, к сожалению, сейчас не уточню, но по мощности 98 лсб. Здесь это первый сборочный пост основного конвейера. На ваших глазах как раз собирается сама машина. Это уже завершающая стадия. Были установлены те самые редуктора, системы подвески, бортовые редуктора, двигатель. А также, соответственно, сейчас после поста кабины придет сюда кабина на установку. Здесь она будет устанавливаться? Да, совершенно верно. А, мотор, коробка все в наличии стоит? Ага, как перемещается сама рама дальше? Сделаны тележки. Подкатные, да? Да, подкатные тележки. На этих тележках машина находится на всей стадии сборки. Соответственно, когда машина полностью готова, установлены колеса, с помощью домкратов снимается с этих подкатных тележек и уже встает как готовая продукция на собственные колеса. Сколько специалистов работает на каждой операции на первом посту? На первом посту сейчас работает 2-3 специалиста в зависимости от загрузки, от такта. Соответственно, мы привязаны к времени такта. Выпуск составляет либо 3, либо 4 машины в смену. Вот здесь сборка уже видно, вот мотор, вот коробка-то от Газели. Сергей, по кардану расскажи, пожалуйста, куда распределяется момент, какие колеса ведущие? Ну, соответственно, от коробки с помощью кардана, как ты правильно сказал, идет привод на раздаточную коробку, которая, в свою очередь, раздает момент на среднюю ось и заднюю ось. Средняя ось является приводной, а задняя, кроме того, что она приводная, еще и рулевая. То есть управление, рулевое управление происходит через заднюю ось и переднюю ось. Поворотными являются две оси. Тормозными осями являются средняя ось и передняя ось. Это туман. Откуда название такое вот всех машин? Это было придумано нашими руководителями. То есть, по сути дела, машина в момент опрыскивания, если посмотреть на нее спереди либо сзади, из-за мелкодисперсных фракций при опрыскивании, она создает такой туман за собой. То есть, в светлую погоду получается и радужность, и, соответственно, такая белизна. Ну, то есть, очень эффектно выглядит. Можете посмотреть. Окей. Этот пост уже здесь установили кабину, и по процедурной осталось, я так понимаю, докрутить колеса только, да, и выпускать? Да, ну, практически вот эта машина уже собрана как шасси. Сейчас на нее будет устанавливаться навесное оборудование. Конкретно вот на эту машину будет устанавливаться разбрасыватель минеральных удобрений. Осталось провести небольшие доработки, установить колеса, проверить ее перед сдачей на ворот качества. Вот с этих постов готовая продукция производителей, как выезжает туда, в поля, трудиться. Так работают самарские производители сельскохозяйственной техники. С вами был я, Данил Прохоров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok